всем привет вы на канале юг россии приехал я в новомихайловку отель называется три звезды сейчас мы пойдем его посмотрим отель очень большая территория здесь есть и бассейн есть отдельный бассейн для детей есть суп наподобие джакузи с горячей водой вот такой грибок с водопадами вечером здесь можно хорошо потанцевать есть специальное место к приготовлению пищи гриля тона для детей все таки лазалка за сеткой и Смотрите, прикольно. У кого номера на первом этаже, вот такие есть небольшие беседочки, закрытые с большими столами. Вот такая территория. Смотрите, сколько много здесь гостей, сколько много автомобилей. Здесь даже на случай того, что если вдруг не будет электричества, есть дизельный генератор. Это столовая. Обед стоит 350 рублей. Завтрак 150. И ужин 250 рублей. Здесь есть вот такая терраса. Здесь очень прохладно. Пойдемте дальше. Так, вот он, четвертый этаж. Вот он, сам номер, ребята, где остановились. Вот однокомнатный номер. Здесь есть кондиционер, телевизор, холодильник. Такой небольшой, но, в принципе, для хранения бутылок хватает. Шкаф. В шкафу для холодного времени года есть одеяло, есть вешалки. Смотрите, что понравилось, большое количество розеток. Есть включатель-выключатель бра. Очень удобно. Одна большая двухместная кровать, одна обычная, полуторка. Есть при кроватной тумбочке определенное количество стульев. Это мне все очень нравится. Видите, даже здесь есть розетка. Давайте посмотрим ванну с вами. Душевая кабинка. Здесь есть все принадлежности, ребят. Здесь есть мыло, гель для душа от отеля. Вот такой стаканчик для щеток, мыльница. Что понравилось, здесь горячая вода. Реально горячая и офигенный классный напор воды. Туалет. Бумага туалетная такая, средненькая. Я люблю двухслойную, поэтому всегда беру с собой. И здесь есть вот такой балкон, смотрите. Из него открывается прекрасный вид на горы. Плюс есть вот такая москитная сеточка, чтобы комары вас ночью не доставали. Вот он вид, смотрите, на горы. Очень-очень-очень все красиво смотрится и видна стоянка. Все, пошли дальше. Так, вот мы, ребят, по лестнице поднимаемся. Это семейный номер большой, уютный должен быть. Сейчас все посмотрим вместе. Ну что, заходим и смотрим. Это номер из двух комнат. Это спальня. Здесь две отдельных кровати. Есть телевизор, есть шкаф. Смотрите, какое большое панорамное окно. Оно от потолка до пола. Это, конечно, очень круто. Вид, посмотрите, на бассейн. Это с соседнего отеля бассейн. В этом, кстати, отеле бассейн намного больше. Это шкаф. Здесь есть одеяло, если будет кому-то холодно. Две вешалки. Все новое, пахнет новой мебелью. Вот такой модный кондиционер смысл с каким-то большим дисплеем. Вот он сам кондей. Какой-то Центек. Это, соответственно, ночничок, простыни, большое полотенце и малое полотенце. Тумбочки предкроватные. Основной номер здесь тоже. Одна большая двуспальная кровать, одна односпальная. Односпальная, тумбочки. Тоже есть свет. Отлично. В принципе, все неплохо. Здесь, кстати, смотрите, большой телевизор. В том, если он маленький. Не знаю, что за диагональ. Здесь, наверное, может, 32 дюйма. Ну, такой нормальный. В принципе, сюда приехал на телевизор смотреть. Тоже теплое одеяло. Две штуки. Три вешалки. Чайник. Блюдца. Кружки. Стаканы. Памятка для гостей. Холодильник. Вот он тоже здесь, панорамное окно. И выход на балкон. Давайте выйдем, посмотрим. Есть пепельница для тех, кто курит. Вот такой вид прекрасный. А вот там, кстати, между двумя корпусами гостиницы видно море. Вот он такой темно-синий. Это уже море. До моря отсюда идти там буквально три минуты по дороге. В нормальном темпе. Это ванная комната. Здесь где-то метр на дне. Около четырех квадратных. Раковина. Душ. Вот с такой ширмочкой. Вентиляция. Полотенце. Вешалка. Подстилка для ног. И, соответственно, сам. В принципе, больше ничего не нужно. Много не нравится. Свежий. Все новое. Запах свежей мебели. Давайте пойдем, выйдем и пойдем к морю. Вот это я сейчас был во втором корпусе этой гостиницы. Есть еще первый основной корпус. То, что я показывал в самом начале. Здесь, под вторым корпусом, есть такая небольшая парковка. Все машины будут в теньке. На море. И засекаем время, за сколько мы дойдем до пляжа. Пока идешь к пляжу, по левую сторону большое количество торговых ларьков. По правую сторону у нас идет вот такая речка. Позже я посмотрю, как она называется. Вот они начались уже впереди ряды. Тут различных купальных средств. Средства от загара. Различные аксессуары. Пиво, напитки. Еда. То есть все по пути к морю. Можно приобрести и не тащить ничего с собой. Не занимать место либо в багаже в самолету, либо в своем автомобиле. Очень, кстати, классно, что все эти ряды накрыты навесом. И даже когда солнце палит за 40 градусов, то здесь это так сильно не ощущается, потому что дует ветер с моря. И ты на позитиве идешь туда как можно быстрее занять свое место и окунуться в теплую воду. Ну, вот смотрите, здесь и мед, и грецкий орех, и пряности. Даже мыло есть в ручной работе. Чурчхела. Куча аксессуаров. Все по 10, 15, 25 рублей. Пиво, квас. Кукуруза 50 рублей стоит. Вот здесь настоящая жизнь начинается впереди. Здесь большое количество развлекухи, магазинов. Все для отдыхающих. Кто будет смотреть это видео, возможно, вспомнит данную улицу, где по обеим сторонам идут торговые ряды. И здесь ходишь постоянно на море. Пилинг рыбками. Классная штука. Иду пока 2 минуты 25 секунд. Иду я не спеша. И понимаю, что я вполне укладываюсь в 3 минуты до моря. Тут, ребят, большое количество экскурсий. Можно покататься на воздушном шаре, на банане, на батрушке. Пострелять в тире. Купить черепашек. Различную одежду. Вот она, сама набережная. Сейчас время около часа дня, поэтому людей не так много. Потому что солнце в пике, очень жарко. Ну вот, мы дошли до моря. Как раз, ребят, вот я сейчас стою, здесь иду ровно 3 минуты. Вот, смотрите, прокат катамаранов. Аренда. Вон, с GoPro даже включаю, снимаю. Вот они, смотрите, все эти ватрушки. Вот он, сам пляж. Здесь есть батуты. Море просто чудесное. Волн практически нет. Тем более, здесь вот такая, смотрите, небольшая бухта. Есть горки на той стороне. Вон они, две штуки сразу видны. Там еще раз, два, еще три штуки дальше. Какая красивая гостиница на самом верху. Что, давайте подойдем к воде, посмотрим. Вот, кстати, справа река, которая впадает в море. Смотрите, все огорожено. Вода довольно-таки чистая для Черного моря. По берегу, ребята, галька просто горячущая. Решение, что можно не жарить яичницу. Вода очень-очень теплая. Посмотрите, сколько уже немного острова следил здесь. Два часа назад здесь было тяжело зайти, припарковаться на песке, на камнях. Давайте выйдем на набережную и пройдемся по ней, посмотрим, что у нас есть. Различные кафешки, игровые автоматы. Большое количество таких маленьких павильончиков с одеждой. Вот, все для воды. Надувные круги, тапочки. Куча развлекухи. Кукуруза, мороженое. Лазилки для детей. Шашлычный дворик слева. Пиво везде льется рекой. Гостиницы практически рядом с морем. Тут буквально метров 20-30. И уже вода вот одна. Большое количество столовых. Тир, 3D. Ну, естественно, например, я когда еду, мне нужно только море. Еще, возможно, я бы полазил по горам. Сходил бы не на обычную экскурсию, а сам бы посмотреть. В живую дикую природу, где поменьше людей. Вечером здесь, конечно, прикольно, когда идешь, в кафешке практически все заняты. Очень много людей сидит. Кстати, меню посмотрите. Завтрак 170 рублей. А в гостинице здесь остановился 150. Кстати, по поводу завтраков, обедов и ужинов. Есть большой минус для меня. Это совсем нет выбора. К примеру, было утром. Каша манная. И омлет с сосиской. И чай, и все. Кофе даже нет. Все это нужно отдельно за кафешку. Это 150 рублей. Считаю, это очень дорого. На обратном пути, кстати, я вам покажу столовую, которую я здесь увидел. И которая мне понравилась больше. И там больше очень выбора. Ну вот, смотрите, получается, мы дошли вообще до конца набережной. Дальше можно пройти. Там будет уже дикий пляж. Там уже на порядок меньше людей. Вот, смотрите, какое море красивое. Вот, смотрите, иду дальше. Вот здесь все в гостиницах. Все в кафешках. Вот он впереди, где слева скалы пошли, открытые. Там уже такой дикий пляж идет. Там вдалеке. Иду, ребята, обратно. Иду в сторону гостиницы. Это вторая линия от моря. Посмотрите, сколько все много. Есть аптеки, какие-то мини-маркеты, продуктовые магазины. Ну, конечно, здесь дешевле всего покупать это либо магнит, а лучше всего пятерочка. Точнее, более адекватные цены. И рядом у гостиницы шаурма, курица-гриль. Пахнет очень вкусно. Очень много здесь местной рыбы из Черного моря, бычков. Сейчас мы дойдем до конца этой улицы. Я вам покажу столовую, которую здесь нашел, где можно и дешевле, и намного разнообразнее покушать. При этом мне еще понравилось, что в этой столовой очень огромнейшая очередь. То есть, людям не нравится. Обязательно, вот здесь одностороннее движение. Сейчас, видите, машины на меня все едут. О, что это у нас здесь за шоу? Вот, ребята, поехали в горы развлекаться на джипах. Вот еще одна столовая открытая. Тоже, кстати, очень много людей. Вот, кстати, цены, смотрите. Тут я не ел, поэтому ничего не могу сказать. Слушайте, большая, да, ну-таки, столовая открытая. Вот здесь, кстати, наверху очень красивая церковь. Вот она. Туда можно подняться, дойти до набережной, повернув направо и через мостик. Наверх подъем, кстати, очень крутой. Так, кстати, запаситесь водой силами. Вот уже прокат велосипедов. Кстати, кто хочет настоящий кофе? Единственное, что здесь нашел, вот, не сублимированный, а нормальный, хороший зерновой кофе. Вот он, американо, 100 рублей. Зато большой стаканчик. Пробежал в столовую, ребята. Вот она, получается, вот здесь, впереди. Сверху написано гостиничный комплекс Торнадо и на первом этаже здание столовни. Она вся закрыта, там работают кондиционеры. Очень приятно посидеть, покушать. Очень много там людей. Разнообразные цены. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим. Посмотрите, сколько людей. Просто неимоверно. Мы не будем никого отвлекать. Пойдемте на выход. Кстати, столовая работает с 8 до 10 вечера. Так, я иду в гостинице. Хочу поваляться под кондиционером, пропить водички. Надеюсь, вам понравилось, что я вам показал. Может быть, это кому-то будет полезно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Под видео будет ссылка и контакты гостиницы, в которой я остановился. Возможно, это также кому-то понадобится. Всем спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok